Моей научной юности по золоторудному месторождению Мурунтау это был как раз материал, на котором я потом кандидатскую диссертацию делал. Крупнейшее, вернее так его лучше называть, гигантское золоторудное месторождение Мурунтау в Казалкумах Это кварцсульфидные жены, метцематиты, биотип калишпатовые, образованные по черным сламцам, по осадочным породам. И вот я вам когда калиаргоновые данные показывал по нему, я вам рассказывал, что там были две конкурирующие гипотезы о том, связан ли рудный процесс с метаморфизмом, который должен быть в районе 400 миллионов лет или он связан с какими-то более поздними математическими процессами И вот здесь как раз пример построения параллельных изохром Разными символами это разные образцы показаны, их тут шесть штук А здесь вот табличка для них с названиями кварцсульфатовый метцематит Ну это метцематическое образование, понятно, да? Биотит, хлорид, поливошпат, кварцевый метцематит Кварц, поливошпатовый метцематит Биотит, поливошпат, кварцевый метцематит Керсантидайка Вот такая подчелоченная дайка И кварцевый синий парфирдайк То есть две магматических породы и четыре метцематических породы У них сначала, вот здесь в таблице приведены количество точек Ну тут вот минимум пять, максимум девять Ну я вам говорил, что это вот больше обычно и не из чего делать Представьте набрать девять минералов Во всякой породе вы найдете девять минералов А, здесь разные Величины скво Ну тут вот А, вот есть совсем 0,01 Но это случается, конечно Так, в общем, 0,6, 0,8 До, в общем, 6,4 Уже, в общем, такое Великовато, да И свои значения возраста 271 плюс минус 17 272 плюс минус 9 274 плюс минус 8 273 плюс минус 3 273 плюс минус 3 274 плюс минус 6 Близкие значения, да 271 до 274 Вроде все очень близко Но на самом деле надо понять А статистически-то они совпадают между собой или нет? Вот Статистически они между собой То есть они удовлетворяют Вот этому критерию хи-квадрак Что эта линия параллельна Единое значение возраста Стало 273 и 1 Плюс минус 1 и 6 То есть погрешность Резко уменьшилась По сравнению со всеми вот этими значениями Здесь минимальное было Вот 3, 2 и 8 Здесь стало еще меньше, да? Вот И, соответственно, погрешности Всех начальных изотопных отношений Тоже заметно уменьшилась Здесь, скажем, вот 45 В последних двух знаках Здесь 6 Ну и так далее То есть вот эта вот совместная обработка Всех изохрон Ну, когда вы действительно Детально изучили какой-то объект Она может вам Заметно улучшить Итоговый результат И геохронологически И определение начальных изотопных отношений Начальные изотопные отношения, кстати, сильно варьируют Для магматических пород Вот 0,707 0,708 А для вот этих метасоматитов Все в районе 0,716 Ну, хотя для одного Вот 714 Так вот Вот Ну все Но они все заметно выше Это мы еще потом с вами разберем Почему это может быть Что это означает Используем Потому что, конечно Геохимия изотопов строится Это очень важное тоже направление В наших исследованиях Ну и давайте еще несколько Примеров из жизни Рассмотрим Где Важно Где можно использовать Значит, величину скво И вообще как обрабатывать даты Вот это Пример Одной работы по Канаде Канадских исследователей Они изучали там И аргон-аргоновую систему Но сейчас мы ее не будем касаться И рубинестронцевую систему пород Для нескольких тел Вот они тут Три этих тела Схематической, биологической карты Приведены Нас сейчас с вами Вот эти два Западных Не очень интересуют А мы рассмотрим только Вот этот вот Вот этот вот Гран-теорит Фримайн-понт Трехмильный прудик Да, что-то такое По-русски, кстати Вот они по нему Получили Данные За хрону Ну и Тут приведены два Результата Потому что Если по всем точкам Посчитать То у них получилось Вот значение 393 миллиона лет Начальное отношение И величина сквот 13 Великовато Великовато Тогда они взяли Отбросили две точки 11 и 15 В общем Без какого-то Вразумительного Объяснения Ну что-то у этих точек Самые низкие Рубинестронцевые отношения Вот эти вот Две точки 11 и 15 Они отбросили И тогда По оставшимся Сквот Получилось 6 и 6 Чуть поменьше Получился И вот Москва тоже В общем Не маленькая 6 и 6 Ну и чему верить Как быть Для того Чтобы с этим разобраться Нам нужно Иначе взглянуть На эти данные Вот потому что На этом графике На этом графике Ну мы В общем Не очень хорошо Тут можем Разглядеть Как лежат точки Вроде они все Лежат на линии Неплохо Но масштаб такой Что Тем более Они тут вообще Поля лишние Оставили Масштаб такой Что Мы Не можем Оценить Какая из этих точек За счет чего Сквота большой Какая из этих точек Действительно Может быть Она одна Отлетает далеко Может быть Две Это как-то Надо по-другому Просто взглянуть На этот график Вот чтобы По-другому взглянуть Надо Пребегнуть К такой хитрости Мы Рассчитаем Начальное Изотопное Отношение Для каждой точки По известной Нам формуле Лучше ее снова Записать Потому что Она нам Будет понадобиться С полученным Ну Неким Значением Возраста Допустим Вот по самому Первому Значению Как они Построили Триста девяносто Три миллиона лет Да Для каждой точки У нас известно Начальное Самое Рубиндестронцевое Отношение И для каждой точки Известно Измеренное Изотопное Отношение Поэтому Мы для каждой Можем Рассчитать Сами Уже Не глядя На Ну Вернее Взяв Их табличку Их данные Рассчитать Сами Начальное Изотопное Отношение Но Нам мало Рассчитать Просто Сами величины Начальных Изотопных Отношений Для каждой точки Нам конечно Надо посчитать Погрешность Чтобы увидеть Как эти точки В пределах Погрешности Лежат на линии Или не лежат Погрешность Сигма Квадрат Дисперсия Начального Отношения Вот несмотря на то Это вам понадобится Сигма Но После того Как мы посчитали По их данным Ведь Эти сигмы У них в работе Приведены Соответственно Мы легко Находим Сигму Начального Отношения Возраст Мы тоже Знаем Ну Глянку Само собой Это не обсуждается И мы берем Это их табличка Вот она До сюда Вот их табличка В чем образец 16 Они даже Дважды Но получили Практически Одинаковые Значения И И Затокного Отношения В убийстве Стоносовое Отношение Вот А это Мы уже С вами Рассчитали Вот по этим Формулам Начальное Отношение Для каждой Точки Они Немножко Гуляют 705 2 705 2 705 7 705 9 706 Ну и так далее И Сигмы Тоже Для каждой Точки Они Свои Потому что Они В общем Зависят От Величины Руби-дестронцевого Отношения Погрешность Руби-дестронцевого Отношения Здесь Как я вам говорил Обычно Она Постоянно Ее Относительная Величина Здесь Чуть Больше 1 сотый Процент Или Чуть Меньше 1 сотый Процента Чуть Меньше 1 сотый Процента Сигма Это Мы все Вычислили Таблицу Конечно Вы можете Не записывать Важный Смысл Понять И Теперь Мы Можем Построить Вот Такой График Здесь Вот Та же Самая Величина Руби-дестронцевого Отношения А тут Мы Уже По сравнению С тем Графиком Что мы Сделали Мы Линию Изохроны Мы Повернули До горизонтального Ее положения И относительно Нее Уже Видим В хорошем Масштабе Растянув Мы Видим Расположение Точек И мы Теперь Можем Подумать По какой Причине Тут Большая Величина Скок Ну да Действительно Поскольку Точки Лежат Вот Это Повторное 16 А 16 А 16 2 Они Между Собой Хорошо Совпадают Вот Но Они Лежат Далеко От Линии Вверх Какие То Ниже То Что Величина Скок Большая Нас Уже Не Удивляет Поскольку Мы Видим Что Разброс Больше Чем Погрешность Но Что Тут Можно Было Сделать Дальше А Дальше Надо Вот Этот График Класть Рядом С Картой А Карту Они Привели Вот Что Хорошо Если Мы Это Сделаем То Получается Вот Такая Интересная История Часть Точек Лежат На одной Линии Я Их Тут Красненьким Закрасил И линия Красненькая А Другая Часть На Другой И Вот Здесь Уже Величина Скок Маленький Правомерная Это Или нет Давайте Запомним 10 11 9 4 9 10 11 14 Это Одна А остальные Все Другая Возвращаемся К карте 9 10 11 14 Они По Одну Сторону Линии А Все Остальные По Другую Сторону Линии А Линия Это Что А Ничего Вот Просто Мы Увидели Что Они Они Просто Территориально Развалились На Две Часть Это Значит Что Либо Люди За Один Объект Приняли Два Разновозрастных Либо Может быть Здесь Был Какой-то Наложенный Процесс Который Часть Массива Затронул А часть Массива Не Затронул Дальше Разбираться С этим Для этого Надо Ехать С молотком В Канаду Отбирать Образцы И Но Нам Пока Достаточно Того Что Вот Этот Вот Пархот Построение Вот этот График Он называется График Остатков Статистик И мы его Давайте тоже Этот термин Будем использовать График Остатков То есть Если ввиду Что После того Как мы Вычли Радиогенные Добавки Вот Остались Какие-то Отклонения Расположение Точек Отклонения От Изохроны Это Вот в статистике Называется График Остатков То есть Конечно Если Мы По своим Объектам Получили Такие Результаты То Мы Понимаем Что Надо В следующем Году Снова Ехать В поле Или Скажем Если У нас Обычно Бывает Так Что Коллекция Отобранная Она Больше Чем Изучена Проанализирована То Может Быть Нам Нужно Там У них Кстати То же Самое Их точек Там На карте Больше Чем Здесь Вот На этом Графике То Может Быть Надо Взять И проанализировать Еще Несколько Образов И убедиться Что У нас Подтверждается Вот Эта Вот Гипотеза О том Что Это Два Разных Возраста Два Разных Объекта Ну А Если Это Чужая Работа Тут Ничего Не Поделаешь Можно Конечно Этим Людям Написать Письмо В Знаете А мы За вас Там Такую Работу Сделали На Примере Вот Этим Работы Далмира Иванферина Когда На Первый Взгляд Мы Видим Ну Исохромный Исохромный Ну Точки И Точки Да Лежат Доли Доли Исохромный Плюс Они Вот Гляньте На Эту Картинку Пообсуждали Вариант Расчета Изохромный Если Отбросить Две Точки Самыми Низкими Рубийск Носк Отношения А Потом Мы Разглядели Что Если Посчитать Начальное Отношение И Результирующую Подрешность Построить График Красав И тут Вдруг Выясняется Что они Могут Распас На Две Друпы И Эти Две Друпы На Карте Тоже Разваливаются На Два Участка Хотя И Одного Тела Там В Карте Вот Но Тело Нас Тело Это Скорее Всего И Рельеф И Скорее Всего Вот Здесь Это Могут Долины Ручья Реки И Скорее Всего Вот Точки Лежащие Лево От Легли На Линии Сразу Наклоны Это Сейчас Этого Ответ На Этого Вопрос Мы Найдем Без Дополнительных Экспертов Но Если бы Мы В своей работе С таким Столкнулись То Мы бы Понимали Что Надо Во-первых Добавить Точек А во-вторых Повнимательнее Отнестись К Этим Дополнительным Сценам Фитографическим Посмотреть В поле Нет ли там Контактов Или Разные Тела Были Определены В одно Ну а Если бы Вот так Смотреть На Эту Картиру То Конечно То Мы Разбили Эту Дверь Ну вот На этой конфлике Трудно Их Было бы Распознать Что это Будет линия Стратового Трудно Когда Мы Смотрим Вес На Всю Совокупность Данных Не вычисляет Таких Часто Бывает Часто Бывает Часто Большая Повышенная Мельчина Скоро Обусловлена Скажем Отлетающей Одной Парой Точек И Тогда Надо просто посмотреть А что С этим Образцом Может быть Вот Мы Набирали Коллекцию В поле Этот Образец Оказывается Чуть сильнее Изменял Чем Остальные Или Еще Какая Причина Ну Например Вот Как В этом Случай Это Опять Таки Из Моей Практики В Юной Горде Когда Я Измечал Месторождение Муртау Вот Один Из Образцов Дайшки Который Пересекала Черные Исламы Вдруг Вдруг Показал Вот Такой Вот Результат Вы Видите Что Погрешность Неплохая Вот Если Просто Смотреть На Значение Вдруг Вдруг Но Обратите Какая Величина Вдруг Очевидно Здесь Что-то Не так Хотя Кажется Все Точка 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 Очень неплохо Лежает Только Порода В целом Вал Она Немножко Отлетела Почему А Ну Остальные Минеральные Фракции Было Несколько Минеральных Фракций Полевых Шпатов Они По Удельному Весу Поделены И Несколько Фракций Сверх Ну Две И Так Вроде Они Лежат Очень Неплохо И Скажем Для Любого Другого Геохимического Графика Вы бы сказали Что там просто идеальная зависимость А вот Посмотрите Но Но Когда Вы Рассчитываем Величину Отклонений С учетом Погрешности Аналитических То Мы Видим Что Разброса На 2.5 Порядка Больше Чем Погрешности Аналитических И Нагрег При остатках Видно Что Фракции Полевых Шпатов Они Вот Так Вот Такую Наклонную Линию С очень Крутой Наклонной Но Здесь Ну Причем Если Посчитать Скажем Формальный Кодос Который Здесь Получается По этой Линии То Он Кажется Предельно Древний Он Не мог На самом деле В Тайке Проявиться Реально Сначала Значение Возраста Порядка 500 А 286 Это Невозможно Но Тут Немножко может быть забегая вперед Я Вам Могу пояснить за счет чего это могло возникнуть Далька мощностью всего 20-25 см То По сути дела Она представляет собой Сплошной эндоконтакт Потому что С одной Стороны От нее Вмещающие Породы Осадочные И с другой Стороны Вмещающие Породы Осадочные В ней Небольшой Относительно Объем Расплава С Изотопными Отношениями Стройцы Довольно Ниже Гораза Чем Вмещающие Породы Вмещающие Породы Вмещающие Энография Не поместила Их Затопные По мере Кристаллизации Этого Расплава И Роста В нем Кристаллов Шпатов Других Происходила Контоминация Загрязнения Расплава Вмещающими Пород И Вот Это Объяснение Здесь Гораздо Более Вероятное Действительно Разные Значения В деталях Этот Процесс Мы Чуть Позже Разберем Как Возникают Как Возникают Такие Тренды За счет Смешения За счет Контоминации На фоне Функционной Кристаллизации Тренды Повышенные Повышенные Значения Среднего Клодата Взвешенных Клодин Так Теперь Давайте Рассмотрим Различные Приемы Отличные Способы Проведения Обработок Для того Чтобы построить Изо-хрон Их на самом деле Довольно Много Может быть Я вам даже и не все Сейчас Скоро Если кто-то из вас В этом У нас Может быть Что-нибудь новенькое Придумайте Ну По крайней мере Вот такие Самое Что Чаще всего Наверное Используется Это Обор Образцов Породов В целом Их Анализ В этом Случе Изо-хрона Строится По Образцам Породов В целом Без Выделения Минералов Их фаз Вот И Для Получения Изо-хроны Используется Естественная Химическая Гитрогенная Я вам Говорит Что Скажем Как Если мы Имеем дело С таким Гранитным Телом Гнейсом То Просто Отбор Разных Образцов На удаление Друг от друга Как правило Гарантирует Вариацию В виде Сранцового Отношения И Таким Образом Получение Закон Если Система Облад Конечно Закон У Этого Способа У этого вида опробования Есть свои Плюсы Ну и Свои Минусы Плюсы Это Очевидные Технические Плюсы Это Простота Подготовки проб Когда Вы Набрали Разных Образцов Подробили Растерли Небольшую Отобрали Небольшую Представительную пробу Растерли ее И анализируете Никаких дополнительных Процедур Вам нет И Соответственно Пороги В целом Они В какой-то мере Более устойчивы К Небольшим Температурным Нарушениям Термальным Нарушениям Термальным Нарушениям Порога То есть Незначительный Прогрев Как правило Не приводит К нарушению В виде Сонцевой Системы Порога В целом Системы Про различные Устойчивости Мы еще С вами не поговорим Вот Ну если Минус Значит Когда у нас не великие радиогенные добавки Говорили так, когда у нас в исследовании породы низкий рубинестронсовое отношение, у нас в итоге получаются небольшие почки диагентной доходки, и они могут оказаться сравнимыми с возможной исходной изотопной гетерогенностью. Если расплав, допустим, не был полностью гомогенизирован, как мы выдвигали такое требование, чтобы изотопная получилась, надо, чтобы расплав был гомогенный, изотопный гомогениз. Но это понятие тоже относительно. Эта изотопная гомогенность, она опять-таки в сравнении с нашей точностью анализа. Чем точнее изотопный анализ, тем в большем количестве разных тел мы будем видеть начальную изотопную гетерогенность. А второй минус, при серьезном метамонфизме, да, при высококрадиентном метамонфизме, рубинестронсовая готовная система нарушается. А к новому равновесию в масштабе геологических тел, как правило, не приходит. То есть для того, чтобы возникло новое изотопное равновесие, порода должна быть не микрофизована, но она должна быть расплавлена. И вот в расплаве гомогенизация, в общем, достигается. А в масштабе какого-нибудь гейс это, как правило, не происходит. Уж я не говорю про более низкие. Можно анализировать отдельно минералы, выделенные из породы. Тоже очень распространенный подход, у него есть свои плюсы. Ну, самый главный, самый, наверное, очевидный, что у разных минералов, как правило, очень сильно различаются рубинестронсовые отношения. Потому что разные минералы, входящие в породу, они имеют свои какие-то определенные свойства, своя структура минералов. И в них, в той или иной степенью охоты или неохоты, в эту структуру входят такие примеси, как рубидия и стронция. И в некоторых минералах, соответственно, бывает много рубидия, мало стронция, соответственно, высокое рубидия на свои отношения. В других минералах наоборот. Поэтому, как правило, не всегда, но как правило. Если мы выделяем разные минералы, то мы можем набрать их несколько таких, что будут у нас точки с низкими рубидистронсовыми отношениями и будут на графике точки с высокими рубидистронсовыми отношениями. А это очень хорошо, если система закрыта, то это позволяет с очень высокой точностью получить пизокром, получить значение возраста. То есть мы используем вот эти естественные, природные свойства минералов для построения пизокрома. То есть плюсы, это контрастные рубидистронсовые отношения. И когда мы имеем дело с небольшим образцом, с которым мы выделяем минералы, то как правило, опять-таки, не всегда, но гораздо чаще, чем в предыдущем случае, между разными минералами наблюдается и изотопная равновесие, начальная изотопная равновесие, начальная изотопная гомогенность. То есть, ну просто потому, что, если опять-таки, эта речь идет про магматическую породу, ну, они, все эти минералы, образовались из небольшого объема, расплава. И в пределах этого объема диффузионно просто все были, они переравновесили, да, если была такая исходная диффузионная 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 гомогенность, то они пришли в равновесие, придут в равновесие с гораздо большей вероятностью, чем объемы, какого-то расплава, удаленные изотоподругой на большие расстояния, какие-нибудь десятки, сотни метров они сделали. Ну, минусы, очевидная дополнительная техническая работа, необходимую выделять минералы, это, конечно, и очень серьезный минус, потому что ради получения результата может и постараться, да, вот, и, в крайнем случае, найти какого-то студента, которого вы садитесь, выделяете минералами. Но гораздо более серьезный минус, это то, что все-таки минералов в породе не бывает неограниченных количеств, да, их всегда немного, особенно таких, которые пригодны, скажем, для рубитестронс и ваннат. Возьмем типичный гранит, в котором, скажем, есть, там, слюда, хорошо, если их две, да, или, скажем, вот, слюда, амфибол, какой-нибудь, да, скажем, калишпат, кварц и плагиокварц. Кварц отпадает, потому что он практически пустой, в нем ни руби, ни ни стронц, ни там, почти нет, в магматических породах, да, вот, кварц в гидротермальных породах, в метсоматических породах, в нем вполне могут быть измеряемые содержания руби и дистронаций, магматических, как правило, кварц совершенно пустой. То есть у нас, вот, в этом случае всего 4 минералов. Так что это, этот метод тоже имеет свои ограничения, хотя еще раз, ну, есть и плюсы. Но это еще не всего. Когда у нас мало минералов, мы можем исхитриться и отдельные минералы делить на фракции, используя вариации их физических свойств, допустим. Ни один минерал не бывает абсолютно гомогенным, ни один минерал не бывает абсолютно однородным. И, как правило, вместе с вариациями химического состава имеют место вариации и физических свойств, и дистронирового веса. Или, скажем, магнитной восприимчивости, да, для магнитного минерала. И тогда мы можем использовать эти вариации для того, чтобы выделить один минерал, вообще, может быть, мономинеральный, по плотности, да, по уделенному весу, на много-много-много близких фракциях. И обнаружить, что, ага, в них или умеет строить свои отношения тоже варимые, и по ним можно построить этот взгляд. Или, там, с помощью магнита, вот, там, на электромагните, скажем, выделять из одной и той же, из одного и того же пакетика со слютой, да, мы можем выделять, постепенно наращивать силу тока, да, соответственно, увеличивать магнитное поле, и постепенно вытягивать из этого пакетика все менее и менее магнитные фракции миотипы. И потом обнаружить, что, а, а у них тоже разное любительство на своих отношениях, как говорится. Ну вот, из плюсов такого, очевидный плюс, да, что мы можем таким образом работать с творогами, у которых, в состав которых входит просто мало минералов, а ограничение никакого минералов. Вот, и какие-то вообще мономинеральные рудные жиры. Я вам покажу, например, что-то. Может, и не один. Ну, и еще более-го, наверное, начальный изотопный иномагент. Ну, это вообще один минерал. Ну, а из минусов, которые надо иметь в виду, что этот подход, конечно, годится для минералов достаточно высокий, вы рубите с толстыми отношениями. Если вы возьмете какой-нибудь карбонат, в котором, ну, в принципе, рубите с толстыми отношениями, там, близко к нулю, какие-нибудь там несколько сотых или несколько тысячных, то даже если мы его поделим на эти минеральные фракции, все равно изотопный не получится. Все равно там лидерная добавка будет ничтожна, и вы получите просто кучу дочек. Никак не получим на заход. Но если иметь дело с какими-то пылевыми шпатами, с осветой, то этот метод прекрасный. Бывает, что изотопные отношения не меняются до 85-х способов. Что-что? Бывает, что изотопные отношения не меняются до 85-х способов. Ну, то есть мы выделили что-то, но салток-соотопные отношения не держатся. Тут же хитрость-то в чем? Мы гоняемся не за изотопными вариациями изначально, а за химическими вариациями. Разное содержание, допустим, калия, они влекут за собой немножко варьирующее содержание рубиня. Разное содержание калия, они влекут за собой разное содержание стронцев. И выясняется, что в разных фракциях изначально были разные в виде стронцевые отношения. А тогда, как мы в прошлый раз строили за что-то, рассматривали, как ведет себя изотопная система в этом случае, неизбежно будут вариации изотопного состава стронцев. Потому что изначально были разные в виде стронцевые отношения. Они не сегодня возникли, а не тогда возникли, когда возник минерал. Можно чуть дробнее, ребята. У нас есть в зоне дифференциации. То есть минерал, который осадился первым, будет отличен с поведением стронцевого отношения к минералу, который образовался в основном. Вполне возможно, да. И тогда не очень понятно, что нужно дотировать когда разы минералы, разы инфрации, что такое. Да, конечно. Ну, это... Вопрос примерно такой. Маша, сколько тебе ждет? 22. Вот скажи, пожалуйста. День разденький свой знаний. Да. Наверху, да? А секунду рождения ты можешь определить? А это же процесс вовремя. Секунду рождения ты можешь определить? Я не могу. Смарфон, это секунду рождения. Да, вот правильно. То ли когда у мамы схватки начались, то ли когда тебя уже крещащие там завернули в пелевку. Вот этот вопрос про фракционный кристаллизатор, он тоже самый. Да. Да, да, вот ответ уже я. Фракционная кристаллизация. Золото. Да, я отвечу. Фракционная кристаллизация по сравнению с теми миллионами, сотнями, там, десятками миллионов лет, которые мы меряем как возраст породы, процесс очень быстрый. И поэтому пока еще я не знаю примеров, чтобы удалось, или даже кто-то даже заморжнулся, поставил себе такую задачу измерить начало фракционной кристаллизации и ее конец. Это различие во времени неизмеримо. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот возраст гранита такой-то, то мы можем сказать, что это как раз тот момент, когда он формировался, когда там протекала фракционная кристаллизация, остывание, отжимание там остаточной жизни. Вот это все внутри этого понятия возраст породы. Расслойные массивы тоже формируются довольно быстро. Это тоже все равно какие-то там тысячи, десятки тысяч лет, да? А то, что мы в какой-то там Карелии сейчас можем видеть в качестве расслойных массивов, да, увидим там за миллиарды. Повторая миллиарда, 1,7-1,8-2,5 миллиарда. Миллиарда. А тут вот на фоне этого миллиарда надо померить длительность в несколько тысяч лет или десятка тысяч. Но это с наставлением? Нет, не получается. А ваш объект, ну, не, он еще не дряк. Когда начинаем работать объект, мы уже знаем, но можно. Порожа. Мы иногда примерно знаем, что... Но иногда бывают такие вопросы, что... Ну, такие положения, что вот там изучали, вы хотите ли, там, там уже с Мгиленом, когда я там работал, и там то ли архей, то ли метр. А, понимаете, какая неопределенность. Сейчас, конечно, изучились гораздо выше. Но и тем не менее, такие вопросы тоже возникали, с большей рядом. Да и даже если бы их и не было, да, мы действительно можем не знать вообще ничего про груза-сбород. Но если, если вам удастся измерить длительность магматического процесса, это будет новый слава-сбород. Вклад вам в руки. Так. И еще один способ разделения вещества на фракции, он отчасти сравнит видовующее, когда мы тоже делим вещество по удельному весу. Но тут немножко другая обстановка. Если мы имеем необходимость продатировать очень мелкозернистую породу, из которой физически невозможно выделить разные минералы. Они могут быть размером, там, первые микроны, десятки микрон, то, что выделить отдельно, чисто каждую фракцию минеральную просто будет невозможно. Нам приходится мириться с тем, что в раздробленной нами породе сплошь сростки разных минералов. Но мы понимаем, что в каком-то веществе в этих сростках больше одного минерала, а в каком-то больше другого. И мы тоже можем применить разделение по удельному весу, по физическим свойствам, для того, чтобы получить фракции, обогащенные одним минералом, другим минералом, третьим минералом, и тоже построить изоходы. И даже со стекловатыми породами тоже такое можно делать. Потому что стекло, все равно, каким бы оно стеклом ни было, оно, как выясняется, химически может быть, гетерогенным. А это несет собой вариации физических свойств и вариации рубить в процессе расширения. Ну и, соответственно, может тогда даже рассчитывать на том, что будут если система была закрыта, то мы сегодня получим согласованность или вариации задовольного состава. то есть получим изохром. Вот все эти примеры различных способов устроения изохромы сейчас мы с вами рассмотрим. И все лучше на одном и том же армии. Это вот любительный райморунтал, загородный месторождение, центральных козлокумах. Здесь вот показана схема рудного поля в центральных козлокумах несколько месторождений и чгутук, подпатас, мурубан. Вот более такая детальная геологическая схемка. Вы сейчас разбираться во всех хитросплетениях здесь взаимоотношений на разных свит не будем. Я вам тоже скажу, что эта черносланцевая толща состоит из нескольких патчек черных сланцев, которые в целом они называются бессопанская свита, но она разделена на 4 подсвита, на 4 бессопа. И в пределах так называемого черного бессопана сидят как раз медсоматические тела и кварцсульфитные рудные жилины, с которыми связаны золо. Причем исследования еще до геохранологических работ показали, что было явно совершенно несколько этапов образования руд с переотложением золота с получением с образованием богатых богатых жир. Ну и вот несколько примеров датирования этих разных этапов образования я вам покажу. Хотя начнем с магматического объекта. А, нет, наоборот. Начнем с самой козьей кварцско-лифпатовой жиры. Это когда я впервые поехал на это месторождение, было понятно, что там несколько этапов рудного процесса, возможно, несколько этапов каких-то термальных воздействий, которые вообще говоря, более поздние, могли как-то исказить более ранние событий, да, то надо было, конечно, начинать с того, чтобы узнать возраст, время проявления вот этих самых последних, самые последние фазы рудообразования и миоцематоза, а это были как раз вот эти кварцсо-лифлярные жиды, относительно низкотемпературные, как часто бывает, это зону серебряный, там рудообразование низкотемпературный, не промышленные жиды, но продактировать нужно было именно, чтобы понимать, когда все завершено. Ну и что, как раз вот самый случай, от нуля, да, гидрограммальный перешпадок, и кварц. Причем, я был настроен на то, что кварц, наверное, будет абсолютно густой, просто потому, что до этого имел дело с кварцем исключительно гуматического прессердия. Вот, поэтому, по сути дела, у меня в руках был мономинеральный у нас, да, кварц мы можем не считать, только в квареву привычку, что с удовольствием вот пришлось поделить по удельному весу. И оказалось, что точки, отвечающие от нуля, они лежат на одной линии, вот изотопленной. С ее параметром в довольно высокое отличальное задушное отношение. А кварцы вообще лежат ниже этой линии. То есть они, зерна кварца, не были на этот момент, вот 215 миллионов лет назад, не были в равновесии с этим крышком. то ли то ли его то ли реальность не образовался, то ли просто система, рубитель-стронцевая система этого минерала была несколько моложе. Вот, поскольку это была самая первая работа, то тут было любопытно посмотреть, вот в зависимости от удельного веса, 2,4 грамма кубичных сантиметра до 2,75. Вот так менялось просто количество материалов разного удельного лица. Ну, с помощью метрофазового анализа далось установить, что здесь перешпат, здесь перешпат, здесь перешпат, здесь перешпат, здесь уже появляется кварц, но перешпата больше, чем кварц. Здесь уже формула примерно перешпата и кварца, здесь кварц преобладает, здесь практически чистый кварц. Содержание в виде вот в клишпатовых фракциях более-менее стабильно, хотя тоже все аварийно, и снижается к кварцам фракциям. Более-менее объяснимо, конечно, в клишпатовых виде много, кварц его должно быть мало. Совершенно и дальше себя ведет струнцев, на какие-нибудь такие ступеньки сначала он растет вот к этой вот фракции, потом сюда снижается какой-то хаотичный в результате регистрационцев отношений варьирует довольно широкий предел, смотрите, ну, даже если только брать фракции, где преобладает трижпат, все равно вариации приличные, где-то раза-полнодораз даже больше, потому что деньги там от 30-ти с чем-лим, до до каких-нибудь семи-ти в два раза ну, это не позволило получить изогрогу, который я вам перед этим показал магматическая порода это тело оно разбурено, оно наружу не выходит, не обнажается на поверхность было вскрыто скважинами под месторождением, под черными сладцами. Это как раз по поводу этих инклюзивных тел и возникали споры на месторождение между геологами. Значит, с этим инклюзивным магматизмом связано образование вот все эти термальные аномалии в черных сладцах, которые запустили рудный процесс. Или он был связан с метаморфизмом, который был намного раньше. Ну, в отличие от тех ситуаций, когда гранит обнажается на поверхности, когда вы можете с молоком по нему пройти, постучать, отобрать разные образцы, здесь были небольшие образцы из скважин. Причем скважины в большинстве своем так, они пробуривали геологам, ведь неинтересно было изучать геологам, поисковикам, буровикам, но неинтересно было изучать гранит перед телом. Они искали руду, которая сидит вся в черных сладцах. Они бурили черные сладцы, доходили до гранита, проходили, пробуривали еще там несколько метров, останавливались, переносили буровой станок на новое место. Поэтому все эти образцы были, что такое гернскварт, да, миллиметров пятьдесят размером, ну и вот что-то такое, небольшой кусочек. И ты не знаешь, как они между собой... Ты не видишь вот эти вот обстановки, все эти геологические, которые обычно видны в обнажениях, если ходишь правильное тело по поверхности, где ты можешь отойти в сторону каких-нибудь нарушений, разломов, контактов. По скважине это все, конечно, гораздо сложнее оценивать, да. Поэтому решение было такое. Построить минеральную заходу. Но там набор минералов как раз, как я и говорил. Одна слюда и два голевых шпат. Не от вас и голевых шпат. Вот. Поэтому вот эта вот фракция слюды, фракция биодита, разделены по физическим свойствам. Причем так. Сначала, поскольку минералы магнитные, то я как раз сначала делил их, несколько фракций разделил по магнитным свойствам, проанализировал. Они как-то виге очень компактны. Вот я, конечно, не помню, какая из этих точек, каким образом вы видели. Но потом, после того, как я их проанализировал, в основном это вещество все осталось, я их снова смешал в одну почку и поделил уже по удельному месту катеролог жидкости, да. Это просто смесь промоформа с изопропиловым спиртом в разных пропорциях позволяет вам любое удельное место получить. И, соответственно, поделить, что утонуло, что всплыло. И, потерянные по удельному месту фракции, они расползлись еще шире. Ну, а здесь вот в этой части изотроны лежает, вот это врезочек, да, вот этот кусок показывает более крупную машину. Фракция кодиаклаза и две фракции каеву-блево. Ну и пород в целом тоже оказались. Вот. Очень неплохо. Очень неплохая получилась изохромная с возрастом 286, который потом неоднократно встречался в других магматических породах. Этот возраст был неоднократно повторен. А вот, что дала бы попытка постройки запродок по породам в целом, по черным сладцам. Значит, здесь, конечно, я не занимался датированием по породам в целом, но просто к концу работы, когда я уже писал обобщающую работу, я только обнаружил, что у меня довольно много есть анализа метасоматитов, отобранных в пределах худого поля, и довольно много анализа слабоизмененных в черных сладцах. Для метасоматитов я независимо знал, уже были продатированы несколько опросов, что основной возраст вот этого главного этапа метасоматоза 274 мм, а возраст черных сладцах 4 см. Значит, это не из-за того, что вот эти линии, это не по этим точкам построены. Это мы здесь просто сравниваем с этими точками линии, отвечающие разным наклоном, полученным независимо. Ну, в целом, мы видим, что они действительно вдоль этих линий все точки расположены, но если бы здесь строить, если бы здесь вычислять по ним и за кроном, то тут сквор, величина сквор была бы, наверное, многих тысяч. То есть это, конечно, не способ датирования таких пород, да? Соответственно, надо было как-то по-другому подходить. Главное, что вот этот график нам дает возможность сделать вот такой, довольно важный вывод для геохранологии, что ни метасоматоз, ни метаморфизм не приводит к полной задуманной гомогенизации породов. Ну, оговорка, как правило, никогда не вредит, потому что, может быть, где-нибудь когда-нибудь и обнаружится такой объект, ну, пока что я такого не встречал. Соответственно, применять для датирования, опробования по породам в целом таких объектов заведомо задача, ну, вернее, подход провальный, заведомо задача не решаем. Нужно использовать какие-то другие новости. Вот типичный метасоматит на месторождении Монтауз, с которым связаны основные запасы золота. Это невысокие концентрации, даже недалеко от портовых. Значит, первые граммы на тонну, но зато их много. Это основные запасы месторождений, но, соответственно, с такими этапами. В просторечии геологи называют их полосами. Вы понимаете почему. Это вот размер этого образца примерно с водой. Просто спиленный образец. Здесь наблюдаются такие светлые полосы, обогащенные пылевыми шпатами, и темные полосы, обогащенные слюдом. Все очень просто. И довольно давно, еще в какие-нибудь 60-70-е годы, в прошлом веке был предложен способ датирования таких оборотов. По тонким пластинкам. Хотя, чаще по этим тонким пластиночкам ничего не получалось. Значит, вот, ну и я пошел сначала по этому же пульсу. Взял и выбил вот этот вот такой стол, например, один сантиметр. И потом набилил его на пластиночки. И мы видим, что пластинка номер один, пластинка номер шесть, они обогащены пятью. Номер один, номер шесть, у них вот высокие воздействия. А остальные, бронезуточные, два, три, четыре, пять, у них, ну, они разной степени, если можно так сказать, темноцветности, так? Соответственно, разные пропорции полевых шпатов, но в целом они не обогащены, и, соответственно, низу пульсунат свои отношения ниже, чем они приведены. В пластинках. В пластинках. В пластинках. В пластинках. Ну что, ничего не получилось. Это неизотрудно, да, это вот точки, групп погрешности меньше символа, каждой точке, да, вот, которые приведены, и понятно, даже крупный глазок понятно, что сквозь здесь будет какие-то там многие десятки. Система нарушена, она не закрыта. То есть равновесие, вот так же на интервале два-три сантиметра, равновесие при митосоматозе не было достигнуто. Изотопный равновесие стронца. Изотопный состав стронца не был домогенизирован, да, вот, за счет этого митосоматического процесса. Хотя это уже далеко нечем не станет, это вот эта полощадность, она не наследует полощадность осадочных пород, она совершенно имеет секущее направление, секущую природу. И, казалось бы, минеральное преобразование довольно высшей цветы. из осадочных, мета-осадочных пород, из черного сланца, как правило, сероцитового сланца. Тут уже сформировался метасоматит, который состоит из биотита, из пылевых складов и тважа. Ну, прежде всего, да, не считается сессой. Вот, никакого биотита в осадочных породах не было. Изначально. То есть это вот новообразованный минерал. И тем не менее, да, ну и что пришлось тогда делать? Значит, поскольку из окрона не получилось, то, ну вот, довольно толосый, довольно мощный слой, мощный целый сантиметр. Обогащенный биотит, обогащенный сведой. И тогда я эту полосу назвал, вот этот вот кусочек назвал фракцией номер ноль. По сути дела, кубический сантиметр. Размер образца. Подробил и поделил на фракции по уделенному весу. Поскольку выделим, вот как раз тот случай, когда выделить отдельно чистые минеральные фракции было невозможно. И вот, значит, валовый состав в этой вот, фракция номер ноль. И, ну, это, очевидно, обогащенный сведой фракции две. И обогащенный номер лишь бар. Материала было очень мало, поэтому, вот, тут получилось всего четыре фракции помимо валов. Но зато они идеально лежат не линии все пять точек. Как видите, ствол ноль и один. И возраст тот самый 273 миллионов лет, который я вам уже неоднократно не сделал. Соответственно, про медсамотоз мы можем усилить, ну, да, что он, как правило, не приводит к гомогенизации, к изотопной гомогенизации, даже в масштабе несколько сантиметров. К этому тоже надо быть готовы. То есть иногда, конечно, в зависимости от степени нейроработки, исходного субстрата, медсамотическими растворами, иногда может быть достигнута изотопная гомогенизация. Но далеко здесь всегда это будет. И поэтому вот приходится и ухищрение. То есть 273 – это вот расправление. Да. Главный боевой этап, потому что там были еще и более поздние этапы переотражения, когда формировались небольшие объемы РУС, но они были гораздо богаче. Золота – 257 миллионов лет, если я не ошибаюсь. Ну и вот потом был 231, и завершающий – 219 миллионов лет. Я вам, конечно, всю геохронологию месторождения Молондау рассказывать здесь не буду, поскольку это у нас немножко другая задача. Нам с вами нужно увидеть просто, какие бывают подходы к изотопному дативу. Юрий Александрович, а вот зоны 1 и 6, которые тоже, по идее, обогащены биотитом, они, тем не менее, на изохрону не легли? Не легли, да. Да, то есть это… Потому что вот расстояние от нуля до 1 несколько миллиметров, и уже эта точка все равно чуть ниже. То есть в пределах, вот, говорю, пары сантиметров, тут довольно сильная затопная гидроизоляция. А если бы вы выбрали пластиночку 1, и тоже разделили бы ее на фракции… Ну, я думаю, что получилась тоже самая параллельная линия, другое дело, что материал очень мало в этой пластиночке 1, она мощностью была пару миллиметров. Тут пила, которую я пилил, она создавала, значит, пропилы, прорези между этими полосами, примерно сопоставимые с ними, с оставшимся материалом по мощности. Алмазный, алмазный диск, ну, он что-то миллиметров, полтора миллиметра за зону. Ну, просто сима, да, пара сантиметров. Вещества мало для того, чтобы вот эту пластиночку, да, определить еще на фракции по удельному весу. Поэтому я взял вот эту кусочку, а так иначе мне не удалось продатировать главный этап образования. По самым характерным, по самым характерным для месторождениям метсомотипов. По другим рудным джинам там тоже получалось 273 миллиона лет, и был дайковый этап с этим же возрастом 273 миллиона лет. Мы на прошлой лекции с вами, я вам показывал, как раз параллельный изофронов вот этого возраста, 273 миллиона лет. Там было два математических темы, и несколько метсомотипов. Вот. И также важно было определить возраст, собственно, метаморфизма самих вмещающих параллель. Это тоже, надо сказать, нетривиальная задача, потому что, вот представьте себе, кто был в Казанкум? Ну, еще у вас все впереди, еще побывайте. Ну, или даже если в Казанкумах, а в какой-то другой пустыне. и африканский. И африканский. Резко континентальный климат. Породы выветривались очень быстро. Там у меня была такая история. Один из геологов, в нашем Адляне, очень меня уговорил поездить на соседнем странице. Там разбуренный лежит керн, очень важный для него пород. И он меня всячески уговаривал определить их возраст. Ну, очень хотелось знать, что они совпадают по возрасту с этапом, который был на муртал, или нет. Это разница. Вот. Ну и, в конце концов, я дал себе уговорить. Мы взяли машину и поехали туда. За 50. В пустыне приехали. Нашли месторожники, нашли остатки месторожников. Там уже все выработки, все работы прекращены. Но керн просто выбрасывали здесь. Бурение было лет за 8 или 10, до того, как мы туда приняли. От керна не осталось ничего. Ну, вернее, осталось, но ты берешь этот образец в руки и он рассыпается в песок. Как куличик детский песочный. То есть, вот на поверхности такие условия, что свежего материала нет вообще. Поэтому все практически, что здесь вот я вам показывал, это были образцы отобранные либо в шахте, где свежие вскрытые породы, либо материалы в скваже. С поверхности что-либо брать было невозможно. И поэтому, когда, чтобы вот этот вот спор разрешить, чтобы понять, действительно ли метаморфизм по возрасту отличается от рудообразования, что нужно? Рудные объекты уже все были продатированы. Мало того, уже диссертация была бы защищена в данный момент. А возраст метаморфизма оставался непонятным, неестным. И уже начали склоняться, так предполагали, что он Калейдонский какой-то должен быть этап, метаморфизм. Но поскольку все-все-все вокруг давало герцинские значения возраста, 286-273, то уже начали поговорить, может быть мы с возрастом метаморфизма ошиблись, может быть, метаморфизм был 286 миллионов лет, и вместе с этим гранитно-образовались. А как продатировать метаморфические породы, если они все на поверхности выветрены, там сплошной песок? Вот. Только искать скважину. Но скважины же курят со всех пределов худого поля. Кому интересно курить просто так за пределами скважину для того, чтобы получить свежую метаморфическую породу. Да? Чтобы вот этот молодой человек, который занимается геохронологией, все нам портит, чтобы ему был материал для работы. Но потом совершенно случайно выяснилось, что главный геолог этой партии Рунтаус. У него вдруг возникла фантазия, что где-то там километром за десять рудного поля может быть новое месторождение. И он в год или два, за год или два до этого, он заложил проект бурения там на новом месте, которое показало пуст, там ничего нет, там даже кварцевых жим. Ну то есть единичные какие-то прожилки были, которые вот по всем там к изухумам встречаются в гребешках. Но никаких рудных явлений там не было. И вот самая сложная задача была на этом необъятном кернохранилище найти эти ящики пустые кернохранилищи, которые, слава богу, не повыбрасывали, а есть такая процедура сокращения. Когда из скважины, скажем, два километра, ну или полкилометра, да, оставляют несколько метров характерных интервалов и кладут на все есть. Ну ладно, пригодится. Все-таки большие деньги потратили. Хотя, да, тут вот некоторые знают, что чаще родные биологи, но они увидят, что там еще нет, высыпают в керно, а освободить ящики. Что же они, хотя бы затрачены какие-то миллионы на получение вот этого везде. Вот. Но, слава богу, удалось найти несколько, две таких скважины, которые, одна из них, значит, протыкала самую нижнюю, по цвету, бесопанскому, черной бесопанскому, а другая, самую верхнюю, которая называется зеленая бесопанка. Ну и нотирование по порогам в целом, я взял из каждого из скважины, из них по паре образцов, понимая, что они, конечно, не дадут никакому изохрону. И, ну, вообще, подумают, что они строят. Ну вот, валовые анализы черного бесопана, валовые анализы зеленого бесопана, вот, что-то они там изобразили. И, поскольку это мелкоземная порода, и, опять-таки, чистого минерала никакого из них выделить было невозможно, а преобладает там силицит, вы, наверное, уже видели, как выглядит эта гадость под микроскопом, да? Выделить в чистом виде силицит, но это задача чаще всего не решает. Так вот, как раз здесь и были выделены фракции по отдельному весу, которые заведомо были полиминеральные, но с разными пропорциями разных минералов были в самых разных франциях. И получились две параллельные изохранения. Обработка вот тем самым методом 3-тонных людей, которые мы с вами в прошлый раз рассматривали, показала, что они действительно параллельные. И вот у них общее значение возраста 401 миллион лет 201 миллионов лет за дополнительным материалом, чтобы, скажем, получить более высокую точность, тут уже гоняться было бессмысленно, не нужно было, потому что 400 миллионов лет это не 286, это заведомо разные события. разные бывают способы подходы к опробованию для рубительского солдатей. методом издания . Но определение возраста я бы говорил про это не раз, задача очень важная, очень нужная, но чтобы понимать, когда и что мы пронотировали, особенно если дело касается каких-то пород сословной истории, надо рассмотреть не те ситуации, когда у вас изохрона получилось, когда вы заранее все знаете, а те ситуации, когда система нарушит, и разобраться, по какой причине она могла быть нарушит, что ей помешало. Поэтому мы сейчас с вами рассмотрим разные модели, для начала чисто теоретически разные модели нарушения в виде тронской затопной системы, а потом эти модели сравним с реальной жизни, с реальной деятельностью. Итак, вот для начала вы просто напишите идеальная модель эволюции и его нарушения скобочек написали в виде тронцевой затопной системе. Вы эту модель можете встретить в большинстве учебников или услышать в каких-нибудь докладах его нам обязательно нужно понимать на чём она основана, как люди понимают, да, вот это и как это решит отменить. Сначала вот первичный этап, первичное формирование некой породы. Допустим, для простоты это магматическая порода. Из расклада у нас выделились разные минералы. Они по разным уверениям не по разной минеральной акции, а черными точками это пусть будут у нас разные образцы пород в целом. И, как мы уже это рассматривали, предполагали и объясняли, в начале проекта времени, когда порода только сформировалась, изотопный состав стронция во всех разных фазах одинаковый, а рубиде и стронцевые отношения варьируют в минералах по очень иным причинам, потому что это разные минералы, у них разный химический состав, соответственно, разная концентрация рубиде и стронция, а породы тоже варьируют просто потому, что в них варьируют и содержание минералов в том числе и минералы немножко варьируют под составом. Поэтому вот рубиде и стронцевые отношения в этих разных образцах разный в породах и минералах, а изотопный состав стронция гемогена одинаковый. Поэтому все точно, если бы их могли тогда проанализировать, они лежали бы на одной горизонтальной ветке. Очень вас прошу это понять. Это простая ветка, но от этой печки мы будем дальше повисать. Это вопрос, который наверняка мне придется у многих из вас выбытого, добиваться, чтобы вы мне объяснили, рассказали. И рассказывать надо всегда начинать с начала, а не с середины. И вот начало именно надо объяснить, почему одинаковые изотопные отношения и почему разные рубиде стронцев. Как раз то, что я вам сейчас делаю. Поэтому вы как-нибудь кратенько это законсфектируете, пока из головы не выйдет. Итак, точки лежат сначала на одной горизонтальной линии. Со временем восемь седьмой рубид распадается, превращается в восемь седьмой стронцей. И поэтому там, где вы видите стронцовое отношение выше, там больше многократность радиогенного стронца, где ниже, там меньше. Но в целом, линия повернула свободу к начальному изотопного отношения и получилась вот такая вот. Уже наклонная линия, уже из округа. И на этой закруге лежат и точки, отвечающие разным минералам. Но мы представим себе, что это все равно какой-то прошлый этап. Когда-то давно это был. И вот в это самое давно произошел метаморфит. Произошло термальное нарушение. прогрев. И предполагается, что минералы, которые, ну вот они, минералы вывели из одного образца, того как два минерала, вывели из одного из одного образца, они в очень тесном контакте друг с другом. И при метаморфизме имели возможность диффузионного обмена стронцем между собой. Как в результате метаморфизма, если они снова пришли, вот эти два минерала вывели, а как они будут здесь, на этом графике расположены? Они будут на горизонтальной прямой. Правильно. Вот часто пальцами мне пытаются объяснить, как эта линия вывела. На прямой, на одной прямой. На такой прямой. На горизонтальной прямой. Абсолютно будет правильно. И предполагается, значит, что… Абсолютно будет гимма-казасской горизонтальной прямой, это точно должна сместиться вниз, это вверх. Но они будут на одной прямой. Предполагается, что рубеги-дестронцевые системы поросли в целом, при этом не изменились, не страдали. Это такой, изохимический метаморфит. Вы видите, стронцевые системы поросли в целом более инертно. Это так. И вот в этой идеальной модели предполагается, что в результате метаморфит, вы понимаете, что вот у этого образца породы в целом, если его минералы нарисовать, они тоже будут. У этого так, это нормально. Ага. Но жизнь на этом не закончилась. Время пошло так же, время идет так же. И к сегодняшнему дню как-то они тоже изменятся. Значит, эта линия продолжит свой поворот, свое вращение относительно того же самого начального взаимодействия в отношении с коронцев. А эта уже теперь, естественно, будет вокруг нового поворачиваться. Вот это, пожалуйста, зарисуйте, чтобы вы потом сами могли разобраться с этой картиной. Чтобы это не была какая-то абстракция для вас. Непонятная. Теперь очень интересный вопрос. Что обозначает линии, проведенные через образцы пород в целом, через вот эти точки, черные точки и закрытые? И чему отвечают линии, проведенные через точки отвечающих генералов, генеражных фракций, отдельно взятого образца? Кто из них будет отвечать возрасту лизомархизма? А кто из них будут отвечать возрасту наноматического volleyball? Ну, вов programmer. Ну, по роду возрасту наноматизма, это самое главное. Очевидно, я понимаю, что это очень простой вопрос, но тем не менее его надо оценить. Конечно, изоохранаanan поворот в целом в этом случае дает возраст исходного формирования породы, а вот эта пунктивная линия изохраны по минералам дает возможность прилить временную морфию. Представляете, какая мощь в любите сторону своего мероприятия изохраны? Почему я уже несколько раз и сказал вам, что это идеальная модель поведения румидестронской системы? Потому что она, во-первых, предполагает, что при морфизме минералов в каждом образце эмогенизировать полностью, то есть полностью незаконная система минералов перестроилась, перезапустилась, как учащиеся говорят. А положение точек, отвечающих породовцам, не изменилось, они не пострадали, они остались в закрытой системе. Но вот как показывает опыт, это случается не часто. Поэтому эта картинка идеальная, конечно. Что может быть? Вот мы с вами... Опять, это как вот с калиаргоновой системой. Когда модели нарушения основывались исключительно на физических процессах, диффузионных потенках, то все казалось очень просто вот с теми же возрастами охлаждения. А когда мы понимаем, какие могут быть геологические процессы сопровождать тот же прогрев, тот же метаморфит, минеральное преобразование, изменение минерального состава, то мы понимаем, что вот эта идеальная модель, она может работать не всегда. Что может быть при метаморфитах? Про какие явления мы с вами знаем, которые могут привести к тому, что вот эта идеальная модель не сработает? Переуравновешивание. А? Переуравновешивание. Ну, во-первых, может быть неполное переуравновешивание минералов. Раз. А дальше еще что? Метцематоз. Ну, ауфит. Метцематоз? Само по себе слово ничего не объяснили. Ну, то есть какой-то привнос эрубидии стронца. Может быть вынос-привнос того же самого стронца, да? Он может быть другим изотопным составом. Вот. Хотя надо сказать, флюиды, если это водный флюид, то они чаще приводят все-таки, они редко привносят что-то заметно со стороны. Они чаще приводят к перераспределению вещества внутри. Но к чему они еще могут приводить? Ну, что ты издеваешь? Ты мне скажи лучше. А к чему могут приводить вот метцематические явления? Хотя это, в общем-то, разговор идет сейчас про метаморфизм, да? Но мы понимаем, что метаморфизм, он очень часто сопровождается перемещением флюидных глаз. Если в целом может быть толще, ну, можно считать, что она из-за химических метаморфизоров, то, на самом деле, локально могут быть какие-то метцематические явления с тоже рядом. Ну, ладно, если вы... что думаете? Вынос, хоть сколько. А? Вынос и химических металл. Ну, это мы уже произносили. Может, локальная глинизация тоже показать. Что? Локальная глинизация тоже показать. Да, это локальная глинизация. Это все локальное. Ну, все то, что мы нарисовали, это и есть локальное. Это вот минералы выделены из штуфа. Да. Они, как правило... Ну, так это, слава Богу, когда это как раз описывает идеальное поведение изотопной системы, изохронной модели. А я говорю, что тут может, какие могут быть сложности. Какая простейшая сложность изменения минерального состава. Когда у вас были одни минералы, да, вот как я вам говорил, да, был сирицидовый сланец, а превратился в биотин. Изменение состава этих минералов. В новых ПТ условиях. Изменение пропорции этих минералов. И при изменении пропорции, ну, это все, так или иначе, может привести к изменению состава каждой вот этой вот точечке, отвечающей породе в целом. То есть, система пород в целом может оказаться не такой замкнутой, как это предполагает идеально. Не такой энерго. Например, может случиться вот такое вот. Кажем, в результате изменения минерального состава, вот в этом, во время этого метаморфизма. Пусть даже они инорганизировались, кажется. Но изменился минеральный состав, мог измениться валовый состав. Могло измениться валовое отношение, рубить екстронус. Водение взятного роста. И в итоге мы получим какое-нибудь, я не знаю, сюда, сверху, сюда, я вот так схематично показываю. Не раздвоение точек, да? А просто возможные варианты. И в итоге мы будем получать в конце сегодня некое облако точек вместо идеальной захватки. Или вот как здесь показано, что при метаморфизме отдельно взятого минерала, даже если он сохранился как минерал, у него вполне может измениться его состав. Измениться для нас, что важно, рубить екстрон с его отношения. И вот, допустим, даже они инорганизировали, но он съехал вправо-влево. В результате валовый состав образца тоже может съехать вправо-влево. Собственно, вот и получается, как его вместо идеальной изохромы такая колбаса. Скво уже будет большим, и уже мы не будем знать, насколько надежно мы определили этот образ. Можно ли эти метанами оперировать как реальным значением образца? Или это какой-то артефакт? А вы можете реставрировать состав минералов? А вы можете реставрировать состав минералов вот этими метаморфиками? Ну, в целом, да, если в таком случае он может попробовать. Ну, вот восстановить и не хрупить екстрон в свое отношения, это можно попробовать. Но это, я думаю, задача заранее обреченная на правах. Тут самое главное, что вы-то можете что-нибудь восстановить, но поверят ли вам все остальные? Это надо очень убедительно делать. Хотя, конечно, если вы по разным образцам в результате такого восстановления получите согласованное, одинаковое значение возраста, то, наверное, это будет критерием того, чтобы все правильно сделать. Но я, честно говоря, не знаю таких примеров и сам бы за такую работу не взялся. Так, ну вот, с моделями мы немножко разобрались. Теперь мы посмотрим на них несколько иначе, если вот еще построим два таких графика. Сейчас уже все забыли эти имена, но когда-то еще вот в начале второй половины прошлого века люди лучше помнили, кто предложил первую эту диаграмму. Это изохронная диаграмма. А ее предложил Николайский. Вот, первую. И долгое время ее так и называли, сейчас просто все говорят, что это изохронная диаграмма. А вот эта диаграмма была предложена в работе полностью на IGF и, соответственно, тоже ее долгое время называли. Сейчас уже большинство и не помнят, что это авторство им принадлежит. Но нам сейчас вам очень важно увидеть, в чем сходство и в чем различие, в чем согласованность и диаграмма. Значит, мы диаграмма Николаевского уже рассматривали. Вот исходная стадия. Значит, это зависимость изотокного отношения сторон, изоток и изоток. Потому что в исходной стадии все точки лежат на одной горизонтальной линии. А потом, со временем, значит, эта линия поворачивается вокруг начального взаимоотношения, поучаясь к этой дороге. И точечки лежат внизу. Диаграмма Холмсона и Джефри используют те же данные, но она по-другому скроется. Значит, по наткновению этой линии мы находим здесь пункт. А здесь как раз большая абстриста. И откладывается время. Значит, в этот самый начальный момент времени, когда-то давно, когда образовалась порога, все образцы гигеля – один и тот же изотокный состав. И один и тот же возраст. Соответственно, они все здесь собираются в эту точку. Но потом, за счет того, что у них разное любение стронцевое отношение, в них вот скорость изменения, все только в отношении стронца, разная. За счет того, что разное любение стронцевое отношение. Он приходит сюда. Это вот это. А там, когда он перестал свое отношение ниже, он приходит сегодня сюда. Это вот это. Вот так же вот рядом с нами. Постойте, чтобы вам понимать. Соответственно, исходные статьи, начальные затронные отношения – это точка, где пересекается. Мы сегодня-то что имеем? Мы сегодня имеем вот эти вот анализы. Современные затронные отношения стронцев. И рубили стронцевое отношение. И мы вот эти линии можем построить куда-то, назад, ретроспективно. И в точке пересечения получается искомое значение возраста и начальные затронные отношения стронцев. Здесь эти же данные используются иначе. Мы строим… Мы вот имеем сегодня вот эти затронные отношения. Мы вычисляем эту линию, да? И затронем. Находим начальные затронные отношения по пересечению этой линии в свои ординаты. Ну и все. Собственно, начальные затронные отношения. А возраст по углу находится. Вот когда нам нужно поставить между собой разноводростные породы, разноводростные объекты, то удобнее, конечно, пользоваться диаграммой комстанной шерсти. А когда вы делали идеи с одной, отдельно взятой и затронутой, то, конечно, тут, вне всякого сомнения, нам удобнее пользоваться диаграммой Николаевской. Но очень важно, чтобы вы понимали, как они между собой соотносятся, как они строятся, и могли их использовать для тех или иных. У всех так выглядят лица? Ну, у меня сказали, что наше праздновение 20-й. Нет, 20-й, 20-й. Ну, а зачем мне старый? Я ж вас 20 раз спросил, у кого старый X? Нет, у нас все в 10-й, по-моему. А, ну, 10-й и 13-й, они мало чем отличаются. Стайл, так сказать. 7-й, это переходная, первая вот эта версия с новым дизайном до 7-й. Он очень плохо работает со многими макросами. Ну, я так понимаю, что все, у кого есть 7-й, они могут уже обновиться до 10-го и до 13-го. Да. Ну, это если речь идет об официальных, конечно, продуктах, если он у вас не взломанный, не стащеный. Ну, а что делать? Заходим на мероприятический сейс. Так, дальше. Кликаем вот сюда вот, на вкладку «Файл». и самая нижняя опция. Мне кажется, что не резко или на самом деле не очень резко? Не резко. Как же резко? Не резко. Середки резко. Там не очень. Вот. Значит, открываем опцию. Да. И здесь вот есть слева в меню «Add-ins». Все видят? Да. Надстройки. Надстройки. Ну, вот с русскими я не знаю, будет работать, не будет. Хорошо надстройки. Будет. Будет. В первой версии офиса. Если он был изначально русифицирован, он с этими макросами не работал никакой, потому что какой-то умник там все функции переписал на русскоязычные. Да. «Сумма» была русскими буквами. «Сумма» вместо «сумма», «средняя», там еще какие-то совершенно идиотские названия, и даже не догадаешься, что они означают. Сейчас вроде они от этого отошли, по-моему, они в лед как-то там преобразуются в оригинальные. Попробуем. Попробуем. Я надеюсь, что получится. Значит, и дальше вам нужно, вот, когда вы сюда кликнули, у вас открылось вот это окошко, кликнуть вот сюда. «Manage Go». Как по-русски? «Credit» Вот. И если вы скинули в ту директорию, в которую я вам сказал, в лабире, то у вас здесь появляется возражность выбора изоплод «slash x». Если вы скинули туда, куда я вам сказал, в лабире, вот, если вы не скинули туда, куда я вам сказал, если вы не скинули в лабире, то у вас есть возможность нажать на эту кнопочку «Browse» и выйти на ту директорию, куда вы скинули, вот эту директорию изоплод, и там выбрать лучше третий изоплод, там две версии в этом изоплоде. Нет, просто он предлагал, оказывается, в «Skins» в «Inks». Да, он в «Inks» выбирает какие-то библиотеки. Я не понял, что вы сказали. В общем, я вам объяснил, да? Вам теперь нужно с помощью вот этого поиска найти, куда вы скинули ваши макросы. Ну вот, а я здесь просто ставлю галочку, включаю ее. Пока галочка не стоит, эти макросы в списке имеются, но они не активированы. И нажимаем «Ок». Машинка чуть-чуть подумает. И здесь появится, если у вас не было, появится меню «Add Inks», да? И там, если вы на него кликните, там вы увидите какие-то новые функции для себя, новые вот эти клавиши. А что там приходит? Очень весело. Нам понадобятся, собственно, вот эти вот только часики. Но со всем остальным, если вы захотите потом разберетесь, там предельно просто все. Для молодых мозгов это все очень легко. Но, собственно, начало работы с изоплотом – это вот с этой красненькой иконки, которая изображает, если я правильно догадываюсь, песочные часы. Но, по-моему, это даже больше на катушку нит пахнет, чем на песочные часы. Ну, бог с ним. Не важно, что это, главное, что… Но, чтобы начать с этим работать, надо в таблице уже иметь некие данные, с которыми вы будете работать, которые вы будете обрабатывать. И мы сейчас с вами эти данные туда занесем. Начнем. Мы с вами сейчас познакомимся с построением рубежистронцевой захроны. Это результаты вполне такого реального исследования редкоментального гранита. В Монголии называется он Женчевлан. Значит, образцы, названия, собственно, породы, содержание рубежистронция, отношение 87-го рубежи к 86-му стронцию и изотопное отношение. Погрешности здесь просто указаны внизу, что 2 сигмы рубежистронцевого отношения – это 1%, и 2 сигмы изотопного отношения стронция – 0,01%. Значит, вам сейчас надо эти данные забить в Excel, чтобы начать с ними работать. Теперь, после того, как вы все это завели, полезно просто выделить сразу ту область, в которой вы будете работать. Пойти в эти «Эдэнс» и нажать на эту самую красненькую икону. У вас откроется окошко. Вот давайте пока на этом остановимся, на этом окошке, я вам расскажу, почему. Вот в этом выпадающем меню, в этом самом левом ветке, как вы увидите, если раскроете, там очень много разных изотопных систем. Под разные изотопные системы здесь свои макросы. Мы сейчас с вами только с рубежистронцевым повозимся. Но вы просто откройте, чтобы убедиться, что там куча всего. Но здесь должно стоять рубежистронцевый изохран. Дальше, прямо под этим меню, выбор ввода погрешности. У нас с вами относительные погрешности будут заводиться. Поэтому надо выбрать не «Апс», а «Персон», «Процент». Ну и, поскольку у нас заведены две сигмы, тут указаны две сигмы, так две сигмы и оставим. Но в других случаях, может быть, вам нужно будет выбирать одну сигму. Значит, в процентах... Опаньки, она мне... А, дело в том, что здесь не установлена галка «Калькулейт», поэтому он не предлагает выбирать ошибку. Значит, с помощью изоплота можно только график построить, а можно и расчеты провести. И поэтому вот надо, чтобы не только плод стояла галочка, но и около калькулей тоже стояла галочка. И тогда оживает вот этот вот выбор. Оживает этот выбор. Значит, и мы выбираем две сигмы и процент. Дальше здесь возможность выбора символов. А можно не эллипс? Это круг, а не эллипс. Ну, я не знаю, это эллипс. Эллипс ошибки, да. Но я вас заранее предупрежу, что вот в этом случае, если вы выберете эллипс ошибки, символы будут настолько маленькие, что вы их на графике не увидите. Поэтому лучше выбрать либо круг, либо квадратик, какой-нибудь символ. Эллипс тоже будет маленький. Если ошибки маленькие, да, одна сотая процента, то вы просто не увидите этого креста. Вы увидите линию, но не увидите точек. Поэтому лучше все-таки выберите либо квадратик, либо кружочек. В других случаях можете поэкспериментировать, выбрать эллипс ошибки. Это самое, эллипс ошибки. Символы, залиты или не залиты, в данном случае все равно, это имеет отношение только к тем вариантам, когда вы выбираете эллипс ошибки. Поэтому, ну галка тут, в общем, не нужна. Автоскейл, конечно, нажмите, чтобы вам не выдумывать, откуда-докуда рисовать ось X и откуда-докуда рисовать ось Y. Автоскейл удобен. Ну, будет он цветной или не цветной, дело вкуса. Можете... График. Можете поставить галку. Полар можете убрать ее, я ее уберу, она мне не нравится. Ну и все. Вот это robust regression. Не будем с этим сейчас разбираться, не заморачивайте голову, это тут всякая более глухая статистика. Ну и все, после того, как ввели все эти данные, нажимаем ОК. И появляется следующее окно, в котором предлагается завести величины ошибок. В процентах. ОК. Мы помним, да, что рубидистронсовые отношения у нас две сигмы, один процент. Было указано, да? Да. И изотопное отношение 8-7 устронска 8-6, одна сотая процента. Так и заводим. Единичку. И 0. 0,1. Прошу не путать. Прошу не путать здесь точки и запятые десятичные. Десятичная точка. Корреляция ошибок в некоторых изотопных системах при измерении возникает корреляция ошибок по осям Х-В. В рубидистронсовой системе этого практически не происходит. Поэтому здесь можно поставить 0. По-моему, можно даже ничего не ставить. И нажимаем ОК. И он вам выдает следующую табличку. Уже с результатами расчета возраста, начального отношения, количество точек, величина среднего квадрата взвешенных отклонений. Ну и еще тут дополнительный такой параметр, который практически никогда не используется. Он обратен в величине Х-В, это вероятность подгонки. У кого так получилось? У кого так не получилось? А что у вас там не так? Вот. Значит, если все получили, но что урезался дата, это он сюда еще потом выкинет вот практически эти же данные. Они, в общем, не очень нужны. Хотя, по тому, как я отменив эту толпу. Вот. И после этого он строит график. На этом графике уже тоже присутствуют данные с возрастом. Он, видите, практически готов к тому, чтобы его можно было публиковать. Может публиковать. Может публиковать. Ну вот, значит, в качестве первого шага... В качестве первого шага знакомства со заботой мы с вами... А, еще давайте вот что мы сделаем. Значит, мы сейчас с вами заводили погрешности как относительные, да? Давайте мы вернемся сюда. И вычислим здесь величины погрешности в абсолютных единицах. Все умеют 1% от числа посчитать? Да. А есть такая функция в Excel? Да. Функция в Excel есть, да. Вот такая очень простая. Поделить на 100. Все умеют 1 сотую посчитать от числа. 1 сотую процента. 1 сотую процента или 1 сотую? 1 сотую процента. А, да, у нас вторая шага на 100 процентов. Ну и как вы догадываетесь, теперь мы выделим вот эту область. Просто я знаю, что мы не поделим. Да нет. Ставика с новыми столбцами. Ставика с новыми столбцами. А последняя субъемция тоже 1 процента? Там же было написано 1 сотой процент погрешности. Что же нет? Изготовка в отношении с тронцами и 1 процента в виде столбцов. здесь мы сомитируем как будто у нас погрешности но они вот реально разные это мы с вами знаем что здесь одна и та же относительная погрешность они же могут быть и немножко немного нестабильными неодинаковыми то же самое выделяем все это все четыре колонки кликаем на дизаплод только теперь уже нам нужно выбрать что у нас абсолютные погрешности заведены они относительные окей результат должен быть такой же да поскольку мы не обманывали никак ничего не меняли погрешности реально ну и картинка должна быть такая с 10 офисом наверняка будет работать нормально хорошо значит уяснили внимание на экран седьмая задача там файл со многими вкладками на каждой вкладке отдельный примерчик по вариантам выбираете себе свой вариант и вычисляете здесь здесь придем только первый вариант значит что нужно построить изохрома но после этого еще вручную сделать то чего изоплод не делать построить график остатков то есть вычислить погрешности и построить уже в excel график остатков который я вам объяснил в прошлый раз пожалуйста если у кого вот старые версии учатся и там не работает нормальный изоплод найдите возможность попросите у кого-нибудь займы на 15 минут компьютера построить постройте нормальные графики также точно там будут приведены вот эти данные для самых разных объектов но опыт показывает что с изоплодом обычно студенты справляются основные ошибки они вырезают при построении графика остаток при вычислении этих погрешностей что-нибудь при графическом построить вы помните как они выглядят да я могу вам еще раз показать ну вот например так например так то есть должны быть представлены здесь точечки этих начальных изотопных отношений погрешности чем естественно поскольку здесь уже у нас представлены объединенные погрешности они учитывают и погрешность по оси x и погрешность по оси y здесь в начале как наши то здесь погрешности по оси x уже быть не должно это будет лишним итак возвращаемся к нашим лекциям что мы с вами в прошлый раз что мы с вами в прошлый раз узнали хорошего интересного полезного да вот пожалуй самое существенное это вот эти модели нарушения убедить на свою систему значит идеальная модель если вот на словах на пальцах рассказать что она что она в себе что она в себе содержит полное перевод она подразвивает что после своего образования пороже да породы и минералы развиваются как замкнутые системы то есть изохрона поворачиваются постепенно вокруг начала вокруг начального изотопного отношения но если потом происходит наложенный какой-то процесс метаморфизм то перестраивается система минералов а изотопная система пород остается ненарушенной да и потом в дальнейшем развитии получается что изохрона сегодня построены по породам она отражает возраст собственно самой породы изохрона построены по минералам может отражать соответственно время метаморфизма наложенного процесса но я вам сказал что это действительно идеальная модель в реальности происходит не все так властно хотя кое-какие примеры мы с вами сейчас разберем но прежде вот я вам начал рассказывать про диаграммы Николайсона и диаграммы Комстона и Джеффри как они между собой соотносятся значит диаграмма Николайсона или изохронная диаграмма вот она исходная стадия ну а потом со временем изохрона поворачивается вокруг начального изотопного отношения а отвечающая этим же самым данным диаграмма Комстона и Джеффри она выглядит так здесь время отложено поэтому начальная стадия это точка здесь все гомогенное изотопно-гомогенное вещество все разные образцы у нас в одной точке сходятся ну и возраст у них один поэтому это тоже по оси абсцисс это тоже не линия а точка а потом в зависимости от того какое рубите стронцевые отношения в породе в том или ином образце или минерале они эволюционируют с разной скоростью вот и к сегодняшнему дню приходят к каким-то разным изотопным отношениям стронца эти изотопные отношения вот на этом графике они тоже различаются вот таким образом вот ну все довольно просто ну вот если сопоставить эти самые две диаграммы для идеальной изохронной модели с метаморфизмом то ситуация выглядит в следующем образом вот у нас начальная стадия да вот изохрона дошла до какого-то момента когда начинается наложенный процесс здесь это выглядит так вот разные минералы тут для конкретики нарисован плагиокласс калишпат черная линия борода в целом и биотин вот вот разные минералы приобретают к этому моменту разные изотопные отношения стронца и в этот момент происходит метаморфизм изохрона минеральная здесь выполаживается до горизонтального состояния это отвечает на графике Комстана Джеффри тому что все точки сходятся в одну опять они гомогенизируются да изотопный состав стронца гомогенизируется и он снова отвечает составу породы в этот момент вот потом прогрев там метаморфизм кончился и опять минералы эволюционируют в каждой соответствии со своим гоменизируем самоотношением здесь это выглядит таким образом линия порода она продолжает свою эволюцию а линия отвечающая минералом вот она уже имеет другое начальное изотопное отношение и более молодой то есть одни и те же данные нам на этих двух диаграммах выглядят естественно они по-разному вот ну они вот тем не менее соответствуют друг другу здесь вполне очевидно в реальности как я вам рисовал все может быть несколько сложнее вот допустим это же диаграмма Комстон и Джеффри для случая когда минералы не вполне приходят в равновесие с породой а допустим вот биотид может нарушаться при метаморфизме сильнее чем остальные минералы и просто терять стронция обменивать его допустим с флюидом внешне и тогда он уже не в равновесие с породой приходит а с неким промежуточным изотопным отношением стронция который может быть там я говорю в флюиде или частично скажем с плагиоклазом частично с флюидом то есть такое неравновесное состояние это приводит к тому что и валовый состав породы тоже меняется если биотип потерял какую-то часть радиогенного стронция то это приведет к тому что их порода как сумма этих минералов потеряет какую-то часть радиогенного стронция а корешпад допустим вообще не пострадал то есть они могут себя вести на самом деле независимо и в этом случае вот смотрите получается иногда парадоксальные вещи скажем если этот процесс вот произошел в момент времени Т1 а мы с вами допустим сегодня находимся вот где-то в этой области да вот завершился процесс то здесь окажется что скажем в биотите изотопное отношение даже ниже чем в породе в целом если мы попробуем построить вот как в пятой задаче двухточечную изохрону между биотиком и породой какой возраст мы получим какое значение возраста мы получим если в биотите вдруг оказывается изотопное отношение ниже чем в породе то этой паре точек какой какой возраст мы получим более молодая молодец в породе то что она молодится это в любом случае что там будет моложе чем что оно будет а у этой изохроны будет наклон отрицательный возраст будет в будущем то есть допустим не плюс 10 миллионов лет а минус 10 миллионов лет ну абсурд конечно же возраст не может быть по существующим породам по каким-то древним породам возраст не может быть в будущем ну то есть вот это вот искажение может приводить вот к таким вот фокусом но естественно что если мы да или биотит с полевым с скалевым полевым шпатом тоже будет давать отрицательный наклон а биотит с плагиоклазом положительный мы между разными парами минералов будем получать разные значения не сходящиеся между собой изохроны нет то есть конечно же это ни один из этих результатов не может быть взят как какой-то разум но когда у нас совсем неразумные значения получаются типа отрицательного возраста это хорошо потому что мы хотя бы точно уверены что это ерунда а вот если биотит с плагиоклазом дает вдруг что-то такое положительное да и мы с вами не знаем ну вроде там эти вот 10 или 20 миллионов лет может быть они и имеют смысл а может и не имеют у нас уже разный возраст получается по разным парам минералов вот как хотя бы так да когда у нас есть такая возможность или на изохронной диаграмме они просто не лягут на одну прямую вот все эти фазы порода биотит калишпат плагиоклаз они дадут какой-то разнобой причем я вам скажу эта картинка была мной нарисована не вот просто так из потолка не из головы выдумана ко мне просто как-то за консультацией обратился какой-то индусский аспирант он подамерил по гималаям таких вот пар точек сюда порода сюда порода сюда порода во многих случаях у него получились отрицательные значения возраста он не мог понять в чем смысл как это как это в принципе может быть ну вот чтобы объяснить ему как в принципе это может быть я ему эту картинку нарисовал ну вот она осталась может быть еще более хитрая ситуация допустим вот здесь показано что вообще метаморфизм длительный да когда все минералы и биотит и калишпат и плагиоклаз они обмениваются стронцием с какой-то внешней фазой флюидной которые здесь отсутствуют не показано вот и постоянно имеет низкие изотопные отношения стронцием но из этой флюидной фазы образуется вторичный минерал с высоким изотопным отношением эпидок в данном случае ну может быть любой другой кольцы плюс еще если вы обратите внимание линия для породы в целом она здесь ломается да в этой точке что это означает ну правильно да наклон меняется наклон меняется что происходит с рубили с тронцовым отношением оно изменяется оно изменяется в этот момент да и кстати в какую сторону он изменяется вот здесь как нарисован увеличивается или уменьшается увеличивается да здесь был более пологий наклон но может быть и наоборот просто это полезно для такая полезная тренировка для того чтобы этот график читать и понимать что происходит при этом с геохимией порога ну а потом нагрев кончился и минералы снова стали накапливать радиогенной стронций с разной скоростью в соответствии со своими наоборот то есть варианты могут быть разные и ко всему этому надо быть готовым и не надо надеяться что всегда в природе то природа будет соблюдать вот эту вот самую идеальную незакронную модель она про нее ничего не знает это мы придумали ну вот теперь пара интересных примеров это надо сказать очень старая работа вряд ли кто-нибудь помнит когда она вышла из вас известные очень геохимики Визерин Дэвис они еще работали на таком самодельном оборудовании это вот как раз те годы я вам рассказывал когда в пятидесятые шестидесятые годы когда в каждой затопной лаборатории масс-спектрометры делали сами сотрудники лаборатории не покупной было оборудование его не было еще тогда вот они покупали листы железа скручивали из них сердечники покупали мотки проволоки наматывали их на эти сердечники и из стекла ваяли камеры анализатора стеклянные же или металлические диффузионные насосы к этому привешивали чтобы вакуум создавать и вот одна из таких довольно ранних работ это изучение это было исследование гнейса формации Балтимор в Северной Америке вот розовым я здесь подкрасил купола чтобы они были чтобы они были видны значит гнейсы текли и формировали такую купольную купольную стонку и Везерил с авторами они значит решили рубить эстронцевым методом определить время формирования собственно исходных пород и время метаморфизм ну вот здесь показаны показаны некоторые точки с трудом их тут можно найти где они отбирали разные пробы вот несут сейчас это для нас так важно и они проанализировали несколько образцов этих гнейсов породы в целом довольно крупные довольно крупные образцы потому что это такие гнейсы с крупной порфиробластом поэтому чтобы взять представительные надо было брать по много десятков килограмм и из нескольких образцов они выделили минералы и минералы проанализировали и вот что получили смотрите ну это собственно на основе их данных которые они опубликовали я тут уже построил графики важно было чтобы здесь погрешности были видны вот вот темно-синие точки это породы в целом смотрите как они лежат на линии с наклоном который отвечает миллиардом с небольшим да очень неплохой разброс то есть величина скво полтора это совсем неплохо то есть все точки прекрасно лежат на этой линии вот а минералы вот из двадцатой пробы да из вот этой сороковой минералы тоже они в общем лежат на своих линиях ну несколько с большим разбросом потому что тут вот они едва касаются биотит тут вот просто он на этом графике далеко за пределами поэтому вот навредки они показаны да вот биотиты лежат на продолжении этих линий там далеко в них высокие рубистронцевые отношения до трехсот и тоже в общем минеральные захроны тоже получились и с близкими значениями возрастом 290 и 284 да в пределах погрешности одно и то же их можно было бы нам обработать как параллельные но в общем мы и так сами понимаем что это один и тот же возраст вообще говоря идеальнейшее подтверждение идеальной изохронной модели вот и если бы все остальные все остальные результаты у всех остальных исследователей были бы такие то мы бы эту изохронную модель не называли бы идеальной мы бы просто говорили изохронную модель ей все подчиняется но парадокс в том что кроме этого случая кроме этого примера за прошедшие это шестьдесят восемь годы наверное за прошедшие полвека больше нет ни одного примера ни одного примера в том породы в целом лежали бы на своей линии в пределах погрешности а минералы лежали бы на своих и тоже разумных линиях ведь это же они друг друга подтверждают при том что валовые проба вон разбегаются между собой вот так линии получились параллельно с одинаковым наклоном это очевидное подтверждение что это не ерунда да эти вот минеральные захроны уже мало того что больше никто не получил но даже по этим же самым пробам через несколько лет Грауэр он просто решил уточнить это все да и ну немножко на другом оборудовании вот пять лет прошло он выделил из них еще всякие сфены апатиты и вот смотрите вот точка двадцатых да образец двадцатых вот его плагиокласс вот его калишпат вот порода вот калишпат да лежит выше точка пятая вот его калишпат вот его плагиокласс вот апатит вот сфены то есть ну никак вот через эти точки да не провести прямую линию кривых нарисовать можно но это не из-за как вы думаете почему почему здесь получилось почему здесь получилась такая картина замечательная и больше никогда а она между прочим вот эта вот картинка вот этот вот результат во-первых это очень авторитетные геохимики геохронологи опубликовали эту работу и тогда вообще работ еще мало было у медистронцевых вот одна из первых и она настолько повлияла на всех так что потом все геохронологи они вот эту вот изохронную модель ну по сути дела она была на основе этих данных вот эта идеальная изохронная модель основана и она воспринималась как ну ну как полнейшая необходимость Рита соседка у меня ну я вас тоже да а это как музыку да слушать закрыл глаза и свои понятно тогда не будите как вы думаете почему почему больше ни у кого не получилась а аппаратура стала булатой нет и и и оказалось что все было проверено правильно это что неправильно не точно не точно правильно да потому что здесь вот погрешности с которыми они работали два процента по рубинестронцевому отношению две десятых процента две десятых процента по изотопному составу стронцев кресты ошибок большие и вся вот эта геохимическая гетерогенность затопная гетерогенность которая и нарушенность системы да ее не идеальность она просто потанула под этими ошибками да и как только появилось более современное оборудование чуть более точно то вот даже вот даже через пять лет то уже вот весь этот разброс он стал очевиден то есть это не потому что там призерил с дэвисом что-то там подгоняли нет просто оборудование на котором они тогда работают вообще изотопные отношения знаете как тогда мерили значит рисовали спектр вот масс спектр рисовали на самописцы на бумаге и мерили высоту пиколинейки вольтметры и всякие там системы высокоточного измерения они появились потом но кстати сказать вот по самописцу даже мне удалось первые какие-то изотопные измерения проводить с применением самописки вот хотя уже там вскоре купили лампу вольтметр и это был шаг вперед еще один еще один интересный аспект это размер проб который нужно брать для рубитестронцевой геохронологии во многих учебниках до сих пор между прочим до сих пор или публикациях каких-нибудь там статьях вы можете встретить такую рекомендацию что для построения изохроны нужно брать пробовать там скажем 20-30-40 килограмм не меньше каждую не все а каждую а если меньше то вообще фиг его знает получится или не получится откуда это все идет опять все из тех же физических моделей нарушения изотопных систем что нарушение происходит диффузионным путем в результате прогрева и если мы возьмем пробу которая размером будет больше чем характерная дистанция диффузии то все мы эту диффузию просто подавим она останется внутри нашей пробы она не приведет к нарушению а ну и скажем вот там 10 сантиметров что такое 10 примерно сантиметровая проба по размеру это примерно 25 27 кило есть кубик с ребром 10 сантиметров да и вот такой пример значит у нас здесь здесь университете была аспирантка болгарская Ирена Пейчева и у нее была задача в ее аспирантской работе продатировать граниты граниты Игнейсы Радобский там не в Болгарии вот она приехала сначала с небольшой коллекции проф небольших действительно маленьких штук штук не рассчитывая на изотопные геохронологии потому что они вообще-то сначала цирконом пытались заниматься но как-то все не шло что-то у них получались разные значения возраста и ее руководитель сказал ей ну вот сходи там Евгений Александрович поститься ну поговорим может быть он померяет изотопный состав может он тебе померить изотопный состав стронцев в апатит и мы из этого что-нибудь там какие-нибудь выводы сделаем вот и она пришла ко мне с этой просьбой могу ли я ей померить несколько изотопных анализов в апатит зачем объяснить никто не мог какая от этого будет польза вот мы с ней поговорили я более-менее понял что ей надо и предложил ей тогда такой вариант вот я вас обучаю работает на масс-электрометре и вы тогда сделаете столько сколько вы хотите этих анализов если вы хотите чтобы я вам сделал я сделаю штук пять не больше у меня больше времени нет я своим делам она походила подумала на следующий день пришла говорит я согласна у вас получится и то что у нее с собой было это были вот эти маленькие штуфные пробы которые она первой порции проанализировала и получила как видите разброс здесь погрешности все меньше чем размер сил то есть я сказал нет вот я же читала я же читала форум я читала там другие книжки там везде написано что пробы должны быть большими вот мы взяли маленькие и у нас ничего не получилось она поехала следующим летом в поле взяла там здорового аспиранта с собой молодого и он набрал ей вот эти пробы по 20-30 кг там правда слава богу это не наши дикие там какие-то сибирские места там практически все что им нужно было это просто по дорогам по серпантинам ездить по этим горам время от времени останавливаться из обрыва выколачивать эти пробы по 20-30 кг но все равно значит этот аспирант натаскался они там это все подробили отделили какие-то представительные пробы и вот эти серые точки значит они здесь пока в разнице как вы понимаете никакой нет и если ну наклон некий наклон этой колбасы имеется вот если формально посчитать то скво 300 конечно это не из-за охраны и единственное что ее тогда спасло ее работу то что мы я говорю вот ты знаешь надо все-таки так же как в свое время я нам надо начинать с последнего процесса а сколько это давай выделим минералы и по минералам построим а минералы скорее всего тебе ну если там был сильный метаморфизм они тебе какой-то возраст последнего процесса определен а они даже не знали что это за метаморфизм вот по минералам действительно получилось из ахрона скво 4 35 миллионов лет альтыйский метаморфизм а вот все вот этот вот тренд мы даже не знаем толком там по по разным по разным объектам по разным породам тренды эти с разным наклоном все они с такими же огромными разбросами вот и реально близко это к какому-то реальному возрасту или нет так в общем это остается загадкой то есть вот несколько таких вот минеральных изохрон они все дали одно и то же 35 миллионов лет альтыйский метаморфизм а здесь для нас что важно что размер проб значения не имеет абсолютно если система нарушена большие пробует маленькие все равно мы ничего не получим почему потому что мы с вами понимаем что при метаморфизме отнюдь не только диффузия действует как такой агент нарушения да система есть еще такие процессы как перекристаллизация минералов образование вторичных минералов взаимодействие минералов с флюидами это все приводит к тому что система становится открытой в любом масштабе 5 сантиметров 10 сантиметров метры километры поэтому для скажем математических пород мы обычно берем просто штуфные образцы и из них прекрасно получается что по минералу что по породу если не получилось то увеличение размера пробы ничего не даст ну вот хороший пример ему уже довольно много лет но еще чем он полезен например вот если бы наши погрешности тогда погрешности анализ были бы такие же как и у Визерила и Дэвиса за 20 лет до этого да то это изохрона была бы идеальной мы бы не увидели вот этого шума и изохрона по минералам была бы идеальной и все было бы прекрасно то есть и рубинестронцева и изохронная модель тоже была бы идеальной вот но поскольку погрешности все меньше чем точнее оборудование вот абсолютно верно чем точнее оборудование тем у нас меньше шансов не увидеть какой-нибудь изотопной гетерогенности она там или сям непременно вылезает ну и в связи с этим иногда возникает вопрос ну и зачем нам такое высоко точное оборудование оно нам все портит да то была бы изохрона а то скво 300 зачем это можно ну тут вопрос естественно тогда состоит в том что нам важнее получить правильные значения возраст да или просто получить изохрону любую вот здесь мы получили бы любую изохрону да захотели причем ну не то чтобы какую захотели она все равно с тем же наклоном 360 что и здесь ну тут 370 плюс минус 50 да скво 300 тут вот так ну то есть это близкие значения тренд то он не изменился потому что положение точек здесь по крайней мере здесь оно осталось таким же но поскольку мы понимаем что вот этот тренд он скорее всего это может быть сильно нарушенная система и соответственно угол надлога может и скажем то то при анализе на плохом оборудовании с большими погрешностями мы получили бы такое же может быть искаженное значение возраста конечно нужно всегда работать на оборудование максимально современное максимально точно это не может быть так что это не может быть так и так